МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В основном первичные отделения создаются на базе какой-то инициативы. То есть у ребят появляется проект, у них появляется отряд первых, объединенный одной идеей, одним общим делом. И, соответственно, они хотят для того, чтобы официализировать или сделать свою работу более интересной, привлечь ресурсы со стороны регионального отделения. Седьмая гимназия славится своим экологическим воспитанием и просвещением подрастающего поколения. Ученики регулярно участвуют в высадке деревьев и кустарников как на территории школы, так и за ее пределами. Проводят профилактические акции, раздают листовки и памятки, призывающие беречь природу. А благодаря работе активистов первичного отделения экологические проекты гимназии получат дополнительную поддержку. В следующем, в 2024 году, нашей гимназии исполняется 50 лет. И, конечно же, все мероприятия этого года будут приурочены именно к этому юбилею. Мы планируем высадку сада, посвященного юбилею, сада выпускников, сада первоклассников. А еще в этот день школьники и педагоги встречали гордость гимназии Максима Борсука. День знаний ученик 8 класса вместе с другими выдающимися школьниками России побывал на открытом уроке разговора о важном. На встрече с президентом Владимиром Путиным Севастополец предложил создать в школах секции научного стендапа. Эту идею глава государства поддержал. Тогда развиваются мягкие навыки, то есть общение с аудиторией, выступления, публичные, разговор с аудиторией, понимаете? Это очень важно. Понимаю и поддерживаю. Я понимаю и поддерживаю. И в целом преподаватели в школах, во многих школах, используют такой метод обучения. Я уже говорил о том, на предыдущем мероприятии, особенно когда в старших классах старшеклассники общаются с малышами, и одних, и для других очень важно. Я лично считаю, что научный стендап вполне очень жизнеспособен. Владимир Владимирович обещал посоветовать это Сергею Сергеевичу Кравцову, нашему министру просвещения. А так я считаю, что через такой медийный-юморной формат можно разбивать сложные темы и кусочками доносить их до аудитории. У меня уже был такой опыт, и аудитория все поняла. Применил эти знания Максим и на традиционных разговорах о важном. Первый в этом учебном году классный час школьник правил самостоятельно. Вместе с младшеклассниками он обсудил современные методы преподавания в школе. Но несмотря на столь сложную на первый взгляд тему, ученики четвертого класса узнали много интересного. Он проводил уверенно, смело, и он ничего не боялся, что вдруг, может быть, кому-то не понравится, кому-то понравится. Кого-то, может быть, будет такой же предмет, как у него, программист. Кто-то, может, пойдем по его стопам. И больше будет людей, которые тоже так захотят делать. Как видно, научный стендап многим пришелся по нраву. А значит, вполне вероятно, что подобный формат обучения будет развиваться и дальше. Владислав Ивенин, Зеливер Меджитов, Новости Севастополя. Продолжение следует...